Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В эфире радиополтком программа «Без антракта». На улице солнце. Уже предрождественские дни. И мы решили сегодня вас порадовать разговором с директором Рижского цирка. Творческим директором. Творческим директором. Мартином. Мартин Шкиберс. Спасибо большое, Мартин, что пришли. Тема у нас была, которую мы хотели обсудить, но она в общем в какой-то степени сейчас уйдет вместо какой-то рекламы, которую мы могли бы сделать, больше в обсуждение. То, что вы привозите большой цирк, это будет цирк на сцене, это канадский цирк. Два дня перед Новым годом, между рождественскими праздниками и новогодними, вы дарите Рижанам большой подарок. Да, это такой очень, это хорошо, что так получилось. Это такой длинный проект. Я их, этот, то есть, Квебекский цирк, ну они базируются в Монреале, и я их видел буквально просто после премьеры в 2015 году. И я сразу понял, что их надо как-то достать сюда. Это, наверное, сложно всегда сопоставить, вот это, чтобы они были в Европе, да, и потом, чтобы можно было здесь... Заодно их сюда можно было привлечь и так далее. Это очень такой впечатляющий шоу, который, конечно, впечатляет всем своими творческими вымыслами, да, своими, скажем так, умениями разных... Да, и это всегда, ну так, полностью, как бы, тебя заворачивает внутрь этого представления. Это очень позитивно, как бы, заряд, позитивный заряд получаешь из этого всего. Конечно, как бы, умение цирка, умение разных дисциплин. Канаде вообще очень сильная школа, да, и Канада, Австралия, это две такие очень сильные школы. Она технически очень интересная. Технически очень сильные, да, если Европа, она может, она тоже очень сильная, и Франция, но Канады всегда, они, конечно, на техническом... То есть, в этом смысле они очень сильные, да, и это новая такая, вот, тоже канадская... Как бы, идет это все, как бы, все равно, как бы, циркус Соле это основал... Это все, кто через него прошли и начинают делать что-то, какие-то свои шоу. Не только так, они же сделали как, у них есть, в Монреале есть большой, то есть, их, как бы, такой центр, да, там, большое здание, где ты не можешь... Мы были в экскурсии, да, ты должен там внутри, тебе надо оставлять телефон, ты не можешь ни одну фотографию делать, но это же такая мульти... Такая мультинациональная корпорация уже, которая владеет, сейчас китайцы владеют им, ну, это не... Ну, то есть, это такой большой бизнес. Это большой бизнес, да. И при этом большое искусство. Ну, и при этом большое искусство. Но они сделали абсолютно не для... у них своя школа есть, но они сделали еще такую, ну, как бы, там же рядом в этом районе, где в Монреале они построили школу для всех, ну, где приезжают со всего мира ребята... Приезжай учись, пожалуйста. Приезжай, да, при... просто учиться современному цирку, разные учителя из всего мира, также из России, да, которые там преподают разные дисциплины цирка, и оттуда приходят очень сильные артисты, которые уже создают свои компании и свои, то есть, они, как бы, индивидуально работают уже, это не связано с цирком с целей. Но все равно это такое влияние. Не, они сделали, они сделали, и, конечно, вот, и вот это Machine the Cirque, они, конечно, очень, ну, такая, очень яркая компания. Есть еще, наверное, 3-4 такие тоже большие компании, там 7 пальцев есть такое, 7 digits. Они очень часто приезжают в Москву, работают на сцене, где мюзикл Михаила Шведкова, вот это вот место. Да, у них тоже очень сильная такая, они сделали свой центр в Монреале, я был тоже, у них такая своя, своя, как бы, здание, да, они там реконструировали все это. Так что это такой тоже интересный проект. Ну, конечно, всегда это очень интересно, чтобы вот привезти кого-то из вот таких дальних стран. Это что-то чуть-чуть по-другому выглядит, как европейский цирк. Но все равно это, так сказать, современный цирк, где есть какая-то идея. Но это же всегда спектакль все равно. Спектакль, обязательно спектакль. И это в этот раз, это, короче, как бы, есть истории от четырех, пяти, пяти, как бы, людей, которые, как бы, переживают апокалипсис, апокалипсис, апокалипсис и начинают искать еще выживших. Каждый чуть-чуть по своему образу, и они создают такую машину цирка, да, машину. Которая помогать будет им преодолевать этот новый мир, да. Как бы, такая, как бы, радиостанция, можно сказать. Как в поисках еще кого-то. В поисках еще кого-то, да. И это все, как бы, идет параллельно. Чуть-чуть клоунада, чуть-чуть, как бы, к жонглированию. И там поездка на одном колесе, да. Это все. Эквилибристика, да? Эквилибристика. Это тоже, как бы, и все это сопровождается. Один из ребят, он очень тоже известный композитор и музыкант. Музыка своя, да. Музыка своя. Он все время на сцене, у него, как бы, свой барабанный комплект. Ну, еще разные там. То есть, вот эта музыка в живом исполнении, она включена в шоу. Да, включена в шоу. И это, конечно, он вообще очень интересно. Он сделал тоже много саундтраков для мультфильмов, для разных тоже кукленных шоу. Такой очень известный композитор. И он каким-то образом тоже цирковой артист там на сцене. Он делает достаточно много такого своего. Я хочу спросить. То есть, цирк сейчас объединяет людей очень разных направлений деятельности. Нельзя сказать, что это цирк. Это когда выходит, номер сработал, ушел. В основном сейчас цирк развивается в другом направлении, да? Поэтому он может существовать не только на арене, он может существовать еще на сценических площадках. Да. Потому что я вот в Эдинбурге тоже видела большой канадский цирк. Это было такое большое шоу на тысячный зал. Да. Ну, это был цирк на сцене, ты смотришь его как спектакль. И ты даже не можешь иногда понять, что это танец современный, с элементами акробатики, эквилибристики, еще чего-то, жонглирования. Или это какое-то прекрасное шоу, которое сделали, очень часто бывает цирк, который сделали художники. Да, да. Это очень разные вещи все, да? Это всегда, это вообще, современный цирк, он объединяет, он миксирует театр, танец, музыку и цирковые, ну, то есть... И визуальные вещи тоже. Да, и визуальные обязательно. Потому что очень много видео уже бывает используется, да, фокусы. Конечно, конечно, очень технические, многие возможности, конечно, цирк всегда как бы ищет разных возможностей там. Но, с другой стороны, может быть, и очень, современные цирки, может быть, очень, скажем так, не всегда это удивляет, как вот буквально из ничего, да, очень, ну, не знаю, вот стул и человек, и больше ничего. И он рассказывает при этих маленьких, он рассказывает эту историю, да, и то есть, и это всегда удивляет и завораживает. Ну, можно я задам вопрос, который такой болезненный, я так понимаю, для общества, но я его очень поддерживаю, и мне кажется, это очень правильное движение. И всегда это то, что теперь в цирке в очень многих странах отсутствуют животные. И мне кажется, что это какое-то очень правильное решение, потому что гораздо интереснее наблюдать за тем, что может сделать человек, чем за тем, как мучают и дрессируют животных. Но хотя есть одно исключение, в котором, мне кажется, животное существует в каком-то другом отношении же с людьми, это театр Зингаро. Это конный театр. Да, да, я понял. Да, он же существует тоже, как цирковая у него арена, это его площадка, и этот конный театр, он даже не называет себя цирком при этом, да, у него лошади являются такими же артистами, как и люди. Да, я думаю, во-первых, на первую часть вопроса я бы сказал так, что я это уже где-то говорил, но я думаю, в первую очередь наше общество как бы развивается. Сто лет назад мы показывали людей с бородатых женщин и так далее, да, и за это платили люди деньги, да. Как-то сейчас это неэтично, да. Также, я думаю, при нашем человеческом вообще перевесе надо, и вообще, я думаю, прошлый век, начало прошлого века, это был тоже цирк показывал свои, ну, то есть, как человек может быть над природой, он может, то есть... Как главенствовать, да. Он там может делать то, или там с тиграми, или с львами. Я думаю, сейчас изменились эти обстоятельства, да, человек стал всё больше занимать, ну, то есть, территорию и много... Он уже так подвинул природу, и вот так уже много, да. И плюс, конечно, с тем, что как бы начали люди, ну, то есть, кино, телевизионные как бы фильмы, которые ты можешь видеть природу очень-очень-очень близко. Близко, да, и увидеть все, ну, как вот настоящий вайлдлайф, что существует, это, конечно, я думаю, заменяет это то, что... Ну, да, у нас есть другие возможности наблюдения за животными. Это раньше, конечно, когда тебя были и зоопарки, где ты не мог видеть ничего другого, и цирк, в котором тоже эти фокусы обезьяны, это было чудо, которое откуда-то привезли. То сейчас, в общем, конечно, включай телевизор, смотри любую программу BBC или там, не знаю... Да, это просто великолепнейшие фильмы есть о животных и так далее. Плюс, конечно, ещё зоопарк, это может более-менее, но цирк, это всегда связано с перевозкой животных, это самое страшное, да, и, наверное, вот это... Ну, и содержание в центре города, я всё время об этом думаю. Вот цирк, он расположен в центре города, вокруг нету ничего. Да. Маленький двор у вас, ну, как он, не маленький, конечно, в нём можно развернуться, но содержать там животных, как слону, как слона раньше содержали в этом, мне кажется, это просто как-то, ну, и очень негуманно, я бы сказала. Негуманно, негуманно. По отношению к животным. На второй, на счёт конных цирков, я сейчас, ну, во Франции сейчас очень приходит обратно, ещё есть много разных конных театров. Кроме земгорода. Да, да, и есть также, например, ну, в прошлом, в этом году, в начале этого года было вот биеннало такого цирка, который происходит в Марселе, и там было как раз одно, ну, то есть тоже новое шоу, сконное шоу. А в Марселе, там же рядом эти поля, в которых белые лошади, вот эта вот безумная красота. То есть это, да, то есть это традиция, всё соблюдается. И там цыгане же жили всегда в этом районе, французские. Мне очень красивый город вообще, я был так очень, мне очень понравился город, как такой, он такой интересный. Неровный он очень, да. Неровный, и не такой, там же Прованс, буквально 40 километров, и там совершенно всё там япи, всё там маленький, а Марсель, он такой достаточно. Полной жизни. Полной жизни, разные национальности, такой очень интересный город. Ну вот, и я к тому, что я всё время думаю о том, что цирк находится в центре города. У меня просто был очень травматичный самый опыт, я когда работала в Департаменте культуры Москвы, было наследство разных старых театров ещё там, да, 70-х, 80-х годов. И вот в 80-е, в конце, на «Заре перестройки» был организован такой театр, как он назывался, театр, это был не цирк, но театр животных. И находились они не совсем в центре Москвы, в одном из спальных районов, в старом здании кинотеатра. Я помню, я туда приехала, и у него не было никаких особо экзотических животных. У него были кролики, лисы, какие-то маленькие олени, и вот он с ними делал какие-то детские сказки, всё это показывал. И я очень хотела перевезти его в какой-нибудь парк. Ну, знаете, как объединить парк с театром. Да-да-да. Меня сейчас убьют за слово «оптимизировать». Но чтобы животные жили в каком-то нормальном месте. Потому что, представляете, во дворе старого кинотеатра, на бетонной площадке стояли маленькие клетки. Я до сих пор не могу забыть, там была маленькая чернобурая лиса. Я вот до сих пор помню её лицо, потому что я даже не могу назвать это никак по-другому. Это были совершенно бесчеловечные условия содержания животных. А люди, которые работали в театре, для них это казалось нормальным. Они их животных этих любили. И они говорили, да вы что, они счастливы. Но мне казалось, что это как-то всё очень страшно. Ну да, ну, наверное, там просто, ну, я аж не знаю. Мне кажется, что, ну, всё равно, ну, я говорю, в первую очередь, я думаю, что наше общество развивается. И оно должно как-то, ну... Перестать эксплуатировать. Перестать эксплуатировать, да. Так что так, ну, мы, конечно, видим, что в развитии Рижского цирка, что если, ну, скажем так, больше развивать... Человеческие возможности. Человеческие возможности, да. То есть, это знание цирка, это развивать детей, это цирковая школа, это, чтобы приезжали в Ригу разные артисты из резиденции. Чтобы показывать тоже разные. То есть, создавать там на месте и показывать при этом нашим, чтобы, в конце концов, мы тоже могли бы... Стать на уровне вот всего мирового цирка, да. Стать на уровне, да. Не только канадского. Не только канадского. Не только австралийского. Кстати, да, у нас тоже вот, если сейчас уже, наверное, трудно купить билет на канадский цирк, ну, уже в марте месяце у нас будет такой очень хороший, интересный шоу из Франции, который как раз для всей семьи. И он называется Петти Питта Хофеншоу, который очень такой... Мы как раз всегда в марте делаем что-то для детей. Ну, в этот раз мы хотели сделать такое, чтобы это было тоже и для родителей, и для детей. Чтобы это как-то объединить. Вообще-то, современный цирк, так же, как и машина, машин де цирк, он может, дети, дети могут смотреть, но это не... Дети увидят свое, а взрослые увидят, считают свое. Ну, это идеальный спектакль, я бы так сказал. Это как раз мне очень понравилось, когда я начал заниматься, что ты без компромиссов можешь получить, как бы, аудиенцию зрителей совершенно маленьких, там, ну, детей, которые уже что-то понимают. Ну, то есть, и там же интеллигентный какой-то читатель лирического Ригас Лайкс, да, или там пенсионер, каждый получит что-то свое от этого цирка, от этого такого заряда позитивного. А какой еще, вот вы, я смотрю, вы работаете, у вас французский цирк приезжает, вот канадский, понятно, это случай такой успешный, что вы смогли... Австралийским у нас были. Да, а английский цирк, он особенный же тоже. А английский особенный, ну, скажем... Он немножко похож, вот как мне кажется, на Кабаре, с таким чувством юмора. Да, он такой, он разный, есть английские шовы тоже, которые, он больше развивается вот буквально последних десяти лет, он бывает, но он тоже больше похож на канадский, то есть, более entertainment, да, чем театральный, да, он такой, ну, номер... Ну, есть и, конечно, более концептуальный, ну, в Англии такой школы очень сильно нету, да, ну, есть... Ну, я имею в виду технически, да, а вот как если говорить про спектакль, как перформанс такой, да, в формате цирка, мне кажется, там его очень много как раз. Нет, есть там, есть вот как раз вот, и так же, как вот эти Кабаре, что это в Германии, да, в Германии тоже, она вот как бы сейчас начинает более развиваться там, ну, там тоже вот больше этих Кабаре, такие как бы номер, столики, достаточно дорогой, люди приходят. Ну, это очень мне нравится, потому что это такого уровня развлечения, когда ты понимаешь, что тебя на кончиках пальцев разыгрывают просто вот сейчас, потому что я видела такой цирк как-то на фестивале Фринч в Дублине, и я была потрясена, конечно, тоже была такая летняя веранда, типа кафе, ты сидишь за столиком, и там тебя разыгрывают, в общем, по очереди, и фокусы разыгрывают тебя, и какие-то, ну, какие-то пластические номера были, то есть там было все понемножку. Это был не спектакль, это был такой действительно нарезка типа Кабаре, но при этом она абсолютно выдерживалась в этом формате, от этого тоже было ощущение шоу хорошее. Ну, если это качественно, это всегда, наверное, это будет интересно смотреть, и у нас есть тоже, наверное, после, мы как Крышки-цирк на следующем, в следующем году мы начинаем реконструкцию, первый этап. Что вы будете делать, когда вы будете на реконструкции? Нельзя же программы закрывать, вы где-то там будете работать, да? Конечно, мы будем работать, мы также, мы же сейчас тоже, мы сейчас у нас вот, ну, как, зимой, холодные месяца, мы ничего не можем в арене делать, он такой, как она, такова, как, то есть нет утепления там никакого. Никакого, да. И, конечно, она тоже отработала уже свое, то есть мы, конечно, первое, и вот будет, конечно, будем приглашать, и будет представление разных местах города, в театрах, в доме культуры ВЭФ, не знаю, дом конгрессов, это от зависимости, от возможностей, от зависимости от спектакля самого, также мы продолжаем какие-то детские программы, которые сделаны для школ, которые будут по школам ездить, ездим по всему, по всей Латвии, да, будем также, цирковая школа будет также работать уже четвертые годы, да, и... И резиденции ваши остаются. И резиденции мы остаемся, ну, наверное, в конце следующего года нам надо будет уйти от... Из площадки. Из площадки, из этого места мы уже нашли какое-то место, где мы сможем вот эти два с половиной года, так же, ну, то есть на первой... Будет большая задача, вам надо будет придумать свое шоу. Так вот, то, что я начал сказать, вот вы говорили насчет вот какого-то такого кабаре, что-то такого, и есть такой у нас тоже мысль, чтобы что-то такое сделать для рижан, чтобы это было какое-то такое постоянное шоу, которое, ну, не постоянное, но какое-то более-менее какое-то время шло. Да, конечно, но туристов много в городе, мне кажется, что постоянное шоу, оно как раз могло бы существовать, конечно. Конечно, конечно, да. И на нем могли бы вы воспитывать тоже каких-то своих артистов. Конечно, и это есть мысль, и уже начинаем над идеями работать, приглашаем уже каких-то... Драматургов. Драматургов. Нет, конечно, да. Как без драматургов в современном цирке невозможно. Невозможно, да. Всегда, конечно, там нет такого рассказа как такового. Текста как такового драматургического, как люди привыкли, вербального нет, но есть большая история, рассказанная драматургом. Да, и есть какая-то идея, на которой базируется это все, и потом уже, конечно, это уже вопрос, как, с какими возможностями цирка это можно, эту идею реализовать в жизни. И где? И где? И как это сделать? И как это сделать, чтобы это было интересно. Очень много разных возможностей тоже вообще в мире существует, это и разные сайты, специфик, шоу, и когда... И цирк становится прекрасным у нас. Но я хочу сказать, что ждем теперь марта, не пропускаем ваше новое шоу в марте, ходим на все ваши детские постановки, пока это возможно, на экскурсии, которые делают квадрофронтс, да, по цирку, на спектакли ваших резидентов квадрофронтс у вас, и на все, что увидите на сайте, следите за программой цирка, и держим кулачки на то, чтобы вы нашли себе новое хорошее место на два с половиной года, а через два с половиной года будем ждать большого шоу на арене. Спасибо. Спасибо. Да.